Всем привет, с вами Фанатик, это игра Encased, и я продолжаю прохождение. Собственно, сейчас нахожусь на парковке станции Магеллан. Тут я еще не полазил, давайте полазим, посмотрим, что тут можно, собственно, нарыть. В этой части просто я еще не был. Давайте глянем, вот тут что. Полезно. Кофемашина, вон вижу, кофеечек будет уже. У меня, правда, и так перегрузка, но ладно, я там чего-нибудь выкину ненужного. Чего-нибудь ненужного я продам, правда, торговать особо пока что и не с кем, вот в чем проблема. Еще один цветочный горшок, посмотрим. Это земля, ну что ж такое, везде земля. Так. Пусто, 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 вот еще офисный шкаф. И не только шкаф, а еще и аптечка, в аптечке норм, кстати, припас. Тейфовые закрыты, да? Не хватает у меня силушки, а у тебя, я сказал, у тебя, у него тоже немножечко так не хватает. Значит, в сейф я не попаду. Вообще никак. Ну, хорошо. Вещевой шкаф. Забираю вот это вот. В принципе. Ну, что ж ты так. Развернулась камера, блин. Неудобно. Давайте. Пневмобаллоны. Зарядим всем. Оп. Шик. И все. Ништябас. Плюс тут еще большой контейнер. Опять запертый, да что ж такое. Все запертое. Давай, поименим силу. Это что за... А, укус светляка. Да-да-да, помню я такое. Кусучий, зараза, светляк. И вот здесь можно в гараж попасть, кстати. Но перед тем, как попасть в гараж, давайте сначала... Я вот здесь полазаю. Вот этот я вепой, по-моему, снял уже. Да, батарею я достал. Вставлять назад не буду. Соответственно, вот здесь канистры, скорее всего, будет бензин. Давай. Забираю. Потом можно будет из этого бензина смастерить... Ну, не из этого бензина, а с помощью этого бензина. О, багажник. Это тут реактивный движок, который на спину вешается. Так, значит, если поднять капот, то под крышкой обнаруживается маленький кустарно сделанный механизм. Ротор с сетчатым корпусом, в котором помещен плоский мерцающий стержень, опутанный проводами. На двигателе это, похоже, меньше всего, но именно это устройство должно приводить машину в движение. Хорошо. Пользовать дверь. Внутри машина выглядит тесноватой. Салон отделан дешевым пластиком, уже успевшим слегка выгореть под жарким пустынным солнцем. Но торпеда стоит болванчик, качающий головой. В руках у него маленькая электрогитара. Попробовать завести двигатель. Вы поворачиваете ключ, но ничего не происходит. Разве что подсветка приборов загорается слабым зеленоватым светом. Понятно. Машина не в рабочем состоянии. Обычном сложенном оборудовании. Забираю. Подъемником можно воспользоваться там. Контейнер. Неплохо. Спускаемся. Совсем неплохо. Так, это я тоже не могу ничего обыскать, к сожалению. Разобрать, не обыскать ничего. Только осмотрите. Все. Здесь получается все. Давайте в гараж. Зайду я. Получится мне это сделать или нет? Вот в чем вопрос. Закрыто. То есть, видимо, какой-то электронный ключ мне нужно, чтобы туда попасть. Ладно, давайте возвращаюсь. Я тогда в холл. Починю там этот терминал, который сломали вот эти вот оранжевые бракодилы. И потом посмотрю, что у меня с репутацией и в черном крыле. Так. Да-да-да-да-да. Заходим. Вот этот вот терминал нужно починить. Появляется световая надпись. Система заблокирована. И что? Все. А как ее чинить тогда? Использовать демонтаж. Можно разобрать просто такой. Давайте я разберу. Электроприборы вытащил оттуда. Нормально. Починил, называй. Я не могу. Вот это я помог. Так помог. Где этот охранник? Приветствую. Так, сказать, что у вас не получается войти на сервер. А, все-таки мне надо на сервер войти. Подожди. Приятно было поболтать. Это скорее всего здесь. Но эта тетка мне не дает войти на сервер. Так, сейчас будут ругаться. Прекрати немедленно. Это ЭВМ содержит личные данные. Че надо? А, вот. Сообщить, что вас попросили починить систему наблюдения. Черное скользит по вам взглядам. Тогда вам стоит взглянуть на терминал. Подойти и выяснить причину поломки. Взглянув в мониторы системы наблюдения, вы сразу же понимаете, что проблема серьезная. Сигнал с четвертой камеры попросту отсутствует. Кортни нависает над вашим плечом, обдавая вас застарелым запахом табака. Такое уже бывало. Пару раз горели платы видеонаблюдения, установленные в сервере. Один раз уборщик выдернул провода. Но, может, я что-то сбила в программе. Просто нажала вот тут и все исчезло. Она тыкает в кнопку длинным черным ногтем. Похожим на ноготь хищной птицы. Так, внимание, 6. Обратите внимание на ее ногти. Ногти у Кортни совершенно неуставные. Сантиметр от ее длиной. Покрытые искрящимся черным лаком. И заточенные почти до бритвенной остроты. Ну, так-то, конечно, неуставные. Словно заметив ваше внимание, Разнар прячет руки. Если вопросов больше нет, то займись поломкой. Мне надо работать. Сказать, что сейчас займетесь устранением неисправности. Иди отсюда! Че ты привязался? Че ты вякаешь, блин? Иди, приди, уйди. У меня тут где-то должен был огнетушитель появиться, по-моему. Нет? Нет. Канистра. Ну, канистру я пока что продавать не буду. Надо какие-то тяжелые штуки. Вот, например, от воды избавиться. Мне ее слишком много. Скорее всего, нужно будет оставить. Так, давай вот это тебе продам. Как раз 27 монет. Ну, а теперь давайте воспользуюсь я сервером. Доступ закрытый. Че издеваешься? Программный взлом. После взлома сервер ведет себя гораздо дружелюбнее. С загрузочного экрана вас сразу выбрасывает главное меню. С мерцающим и зеленым логотипом Кронус. Главное меню. Так, 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 так. Давайте обновим. Система подвисает на пару секунд, а затем начинает усердно гудеть вентиляторами. Так, он продолжается около минуты, прежде чем сервер выдает сообщение. Ошибка. Операционная система устарела. Операция невозможна. Так, что ж такое? Серверу требуется несколько секунд, чтобы вывести на экран полный список оборудования. Судя по всему, в системе используются целых шесть плат видеозахвата. Напротив одной из них, обозначенной как SuperColor C60, стоит статус Hardware Error. Похоже, проблема носит аппаратный характер. Необходимо взглянуть на плату. Заглянуть внутрь корпуса. А какая там C60? Внутри сервер покрыт плотной шубой из пыли. На ощупь, найдя нужную плату видеозахвата, вы выдергиваете ее из слота. Беглый осмотр показывает, что плата в порядке. По крайней мере, видимых повреждений на ней нет. Проверить сам слот. Ваши глаза привыкают к темноте, и вы вдруг замечаете что-то длинное и темное, застрявшее между двух контактных дорожек. Вытащить находку. Вы подцепляете находку пальцем и вытаскиваете на свет. Это обломившийся кусок длинного женского ногтя, покрытый черным лаком. Нормально, вы кладете его в карман. Протереть контакты и вставить плату обратно в слот. Вы протираете контакты эластиком, предусмотрительно оставленным здесь же в корпусе, после чего вставляете плату на прежнее место. Перезагрузить сервер. Вы закрываете корпус сервера и жмете на кнопку перезагрузки. Отойти. На экране мерцает зеленый логотип Кронус. Ну а теперь давайте апдейт. Все равно ошибка. Ладно. Идти в архив записи из камер наблюдения. Проверить состояние системы. Давайте архив посмотрим еще. Вы некоторое время копаетесь в меню, но больше ничего интересного не обнаруживаете. Понятно. Ломаный ноготь. Сказать, что нашли в сервере чей-то ноготь. Разнар как-то неуверенно хмыкает. Ноготь? Ясно. Наверное, сменщики лазили в компьютер. Может, Петти или Ронда. Так это все? Я могу работать? Сказать, что все в любом случае в порядке. И уйти. Петка наглая. Вообще капец. А ну, мужик. Вам удалось починить терминал? Да, удалось мне починить терминал. Привет. Неисправность устранена. Давайте вот ответить, что неисправность устранена, но в процессе ремонта вы обнаружили признаки саботажа. Не в силах скрыть волнение, Индра тянется к рации. Черный ноготь? Он у вас? Хорошо, спасибо. Я сообщу об этом. Такое нельзя спускать на тормозах. Надеюсь, еще увидимся. Теперь ее сдадут. Так. Собственно, репутация. Плюс 15. Привел Магеллан в белом крыле. И начал карьеру в белом крыле. То есть у меня в белом крыле прям вообще репутация шикарная. А вот в оранжевом минус 15. В черном плюс 10. В перебренном крыле. И минусы плюс. Хорошо. Идемте дальше. Здесь вот лифт для оранжевых. А есть лифт какой-нибудь вот. Благодарю за помощь. Главный лифт. Доброго вам дня, сотрудник. Идем сюда. Вы прикладываетесь электрон к панели лифта и нажимаете кнопку вызова. Пожалуйста, выберите этаж. Ох, не ё-моё, сколько здесь этажей. Реакторная, гарнизон, склад и стоянка. Лаборатория и пункт медпомощи. Давайте посмотрим, что здесь. Да, много здесь придется лазить. Очень большая станция Магеллан. Кучи этажей. Тут нихрена. Пять комбондов имеется в наличии. Ни хрена себе здесь. Сколько комнат. Ого-го-го. Круто. Так, ладно, возвращаюсь я к себе. Пуалеты. Опять терминал. Сломанный. Ну, значит, демонтаж. Раз сломанный, значит, демонтируем. Оп-то, волокно получено. Ошибись. Так, тут что? Сломанный унитаз имеется. Давайте сюда. Нормально, щетка. Щетка для чистки оружия. Нормально. Я, правда, не знаю пока, куда ее применять. Но, тем не менее, это интересно. Здесь ничего. Вон там еще ведро. И цветочный горшок. И лифт, опять же. Еще пяток комбондов. Хорош. Давайте сюда пойду, наверное. Опять огнетушитель. Дождитесь завершения дезактивации. Прикольно. Пожалуйста. Дождитесь завершения дезактивации. Опа. Нифига себе. Секретик. Сейчас спустимся обязательно туда. Но перед этим вот огнетушитель надо забрать. Панель управления. Смотрите. Заблокирован. Пустое хранилище для артефактов. Так, еще ящик с инструментами. Отмычка очевидная. Никому нафиг не нужная. Это тоже заблокировано. Тут тоже земля будет. Ну да. Опять очередная земля. Хорошо. Ох ты. Нифига себе. Четыре. Целых четыре метод этих комплекта. Ну что, давайте спустимся. Вентиляционный лаз. Посмотрим, куда это меня приведет. Прям интересно очень даже. 90 опыта за разведку. Так. Ух ты ж, ё-моё. Некроиды. 185 здоровья. Необычайная быстрота. Это капец. Это капец. Можно пройти мимо них и вылезти с другой стороны. Какие-то аномалии. Неизвестный металлический ящик. Ну не знаю, получится ли у меня их победить. Давайте посмотрим. Решительность охренеть какая. Энергетическая защита низкая. Крио защита очень высокая. Псизащита, ну, в принципе, неплохая. А биохимическая, это ИЦ-9. Ну, в принципе, пробиваемо. Это пробиваемо. Рукопашный бой и псионика. Блин. Может плохо кончится. Может очень плохо кончится. Давайте сохранюсь я. Как крыса, блин, с псиониками. Я долбанула. И 200 здоровья как не бывало. Давайте попробую сейчас я. Как-то выгодно позицию занять. Здесь, например, должен он нормально атаковать. Точность какая? 83%? Ну, достаточно высокая. Делаю вот так вот. И атакую. Оп. Сорокет. Нормально. Теперь давай вот так. Очки действия кончились. Ой, как хорошо его энергии пробивает-то прям. Один готов. Зашибись. А все, и бой заканчивается. Круто. Тогда скрытность. Скрытность. Ждем, пока подойдет еще один товарищ. Делаю на себя точность. И атакую. Заклиниваем. Все очки действия потратил. Блин, на расклинивание. Ладно, жду. Так. Так. О, отлично. Он вроде бы ко мне подбежал, но не атакует. Не успел. Пах. Зашибись. Все, бой опять заканчивается. Скрытность. И скрытность. Жду, пока подойдет третий. И с ним тоже разберусь. Давайте вот так атакую. Отлично. Как бы странно это не звучало, я с ними достаточно легко разобрался. Тут, блин, не поймешь, что противник выкинет. Опа-на. Неизвестный реликт. Биохимический урон плюс 9%. Регенерацию, правда, снижает. И биохимическую защиту. Но, блин, 9% биохимического урона, это жирно. Ну, я, конечно же, забираю. Конечно же. Так, у тебя здесь стоит реликт. Как раз на защиту, но... Реликт спираль, это мне не интересно. Мне интересно вот это тут поставить. Регенерация будет вообще никакущая. Но зато урон повысится. Сейчас 35-39, а будет 38-42. Нифига себе. А еще я пушку могу, по идее, апнуть. Только не этим персонажем, а вот этим вот. Переключаю. Улучшить оружие. Пистолет до седьмого уровня могу бустануть. Давай. У него ствол удлиняется. На следующем уровне. Обалдеть. Там уже дамаг такой дичайший просто. Так, правосудие предмет добавлен. А себе я смогу сейчас апнуть перчаточку. Да, вполне себе. Какую мне улучшить, как думаете? Вот эту? Или вот эту? Ладно, давайте электроперчатку улучшить оружие. Ой, ё-моё, тут сколько всего надо. Но у меня в принципе все есть. Давайте улучшить вооружение. Теперь она шестого уровня у меня. Нет, пятого. Урон 43, 49. Ионическую тоже нужно будет бустить. Но для этого нужно будет журнальчики эти купить. Все, теперь просканировать я эти не могу. Зато могу просканировать вот это тело. Давай. Опа. Найден секретик. Болты у него всего лишь. Тут что? Закрыто. Силы не хватает камни вот эти раздвигать. Ни у кого при чем. Ну и ладно. Это не страшно. Что здесь? Какой смысл сюда идти? Есть ли там что-то в углу интересное? Как думаете? Ну давайте попробую, я не знаю. Это что-нибудь даст? Что-то вообще ни хрена не дает. Я туда не полезу, ну его нафиг. Вот там, конечно, интересный контейнер и лестница куда-то ведет. Ох ты, ё-моё, сколько всего. Забираю. Иди-ка со мной. Тут, в принципе, можно попробовать пройти до лестницы. А ещё. Для начала надо разведать вот это вот. Соединяйся, побежал. Побежал, побежал. И у меня уже лёгкая усталость накопилась. Возможно, я тут какие-то секретики найду. Но и заодно нужно посмотреть, куда вот это меня выводит. Интересно же. Так. И очень интересно. Здесь дверь заблокирована. Прикольно. Ладно. Энергон. Создать несколько. Да. Меткомплекты мне не нужны. Бинты. Давай. Аджелон в капсулах. Аэроплан. Создать несколько. Бомба с таймером. Шоковая граната. Осколочная. Это мне всё неинтересно. Создавать не буду. Мне скоро нужен будет прям торговец-торговец. Чтобы спихнуть ему кучу всего. Потому что это капец. У меня уже сколько всего накопилось. Где мне не нужна? Научный терминал. Посмотрим. Доброго дня, сотрудник. Да. Ввести. На экран выводится длинный список имён с датами, причинами смерти и примечаниями. Искать в базе Лайтона Ленгли. Поиск не приносит результата. Среди мёртвых сотрудников Магеллана числится некто Лейтон Фейс, скончавшийся от удара током аж в апреле 1973-го, а также Мария Джорджия Ленгли и Табита Ленгли, погибшие в автокатастрофе в начале 1975-го года. Но Лейтона Лейтона Ленгли в базе нет. Но Лейтона Ленгли в базе нет. Хорошо. Понятно. Телефон, терминал. Тут больше делать мне нечего. Давайте я соседнюю комнату посмотреть, что здесь. Это закрыто. В принципе, можно взломать. Было и отсюда зайти. Это не проблема. Давайте я морг вот этот обыщу. Посканировать. Нет? Серьёзно, почему нет? На столе морга лежит покойник в залитой кофе-рубашке. Хорошо. Снять перчатку с руки мертвеца. Пальцы покольного сильно распухли. И вам приходится повозиться для того, чтобы снять перстень. Перстень. Смотрите вам. Бейдж на груди покойника залит кофе и прочесть имя невозможно. Понятно. Но я и так знаю, что он Джош Бигсби. Зачем мне читать бейдж? Так. Тут та полка. Тут тоже. Вы открываете дверцу шкафчика, сделанную из оцинкованной стали. Внутри труп крупного чернокожего мужчины. Одет в чистую голубую рубаху. Понятно. Смотрим дальше. Здесь пусто. Здесь тоже пусто. Нижний я не помню. Тоже пусто. Короче, везде пусто. Вот эти еще четыре шкафа. Кого? Вы открываете дверцу. Вид холодом и трупным запахом. На выдвинутой полке лежит сухая изможденная женщина в робе синего крыла. На ее подбородке виднеется еле различимый желтоватый потек. Сложно сказать, что это. Так. Что-то я здесь нашел. Труп лежит головой к вам. Это белый мужчина. Широко раскрытыми глазами. Радужка помутнела. Но вы различаете белесое кольцо вокруг зрачка. Оно как будто слабо светится. Ну ладно. Что это я там такое обнаружил? Даны. Журнал среди мертвых и живых. Успех обыскав морг станции вы не обнаруживаете никаких следов Уайтона. Поверил компьютер. Ни один из лежащих в нем людей не похож на Уайтона Лэнкли. Понятно. Короче, в морге нету. Можно сообщить. Моя история. Вы оказались на станции Магеллан. В месте, куда вы должны были попасть еще до инцидента. Хорошо. Аномалия. Кстати, аномалии сканируются или нет? Я не пробовал. Надо будет попробовать. И турель Химера. Вот тут и агенты надо обыскать тоже. Забираю. И здесь забираю. И все. Тут, в принципе, больше делать нечего. вот это. О, вот оно как открывается. Все спускаюсь назад. Там есть лестница еще одна, куда она ведет. Мне интересно. Куда она ведет, мне очень даже интересно. Сейчас посмотрим обязательно на это дело. С какой стороны лучше? Наверное, с этой стороны лучше зайти. Заблудился ты, блин. Забыл его подсоединить назад. О, я, кстати, повысился. Смотрите-ка. Смотрите-ка, смотрите-ка. Персонаж. Значит. Прикладные. Медицина. Вот-то я здесь прокачивал такое. По-моему, псионику я в прошлый раз качал. Давайте до 60 псионику сохранить. И здесь я смогу энергизацию делать. Усиливать на 25% наносимый урон союзнику. Это будет очень круто. И пси-смятение. Впадает в состояние помешательства и может напасть на собственных союзников. Вот это тоже будет очень-очень кстати. Остается у меня всего лишь 12 очей. 12 очей. Здесь начинать прокачивать, наверное, смысла нет. Здесь тоже не самое полезное. Но находчивость мне очень нравится. Дополнительный перк. Они прям сильно бустят. Терки вот эти вот. Так что технику надо будет прям бустануть. Обязательно. Ну и потом науку докачать как-нибудь. Выживание мне еще нравится. Здесь прям уклонение, регенерейшн. Неплохие такие бонусы. Вот это вот прям вообще зашибись. Слоты под реликты. Шанс счастливой находки удваивается. Кладоискатель. Опа-на. Опа-опа-опа-на. Слушайте, это вот совсем круто. Но, блин, вкладывать сюда еще надо целую кучу очей. Блин. Блин, блинский. Что же делать? Как же быть? Но вот это я, наверное, больше прокачивать не буду. Репутация это, конечно, здорово. Но смысла большого не имеет. Костюма у меня нет, поэтому здесь тоже отпадает. Остается технику. Все-таки вкачать до максимума. Здесь и форсаж появится. И появится прожженный электрик. Алкоголь можно будет юзать. Дополнительная скорость и все виды защиты. Давайте все-таки я... Сколько здесь? Модификатор всего лишь один, да? Так что вкладываю в технику. Все. Теперь у меня и подгонка брони есть. Остается тридцаточку вложить. И получу я обалденную смекалочку. Это будет очень даже круто. Так. Давайте. С этой стороны нужно проскочить сквозь вот эти вот аномалии. Попробую, значит, вот этого товарища поставить где-нибудь здесь, чтобы потом по лестнице можно было подняться. А он далеко не находился. Тихо-тихо-тихо-тихо. Аккуратно ты. Теперь болт. Теперь болт. Кидаю. Баб. Побежал. Раскачил ты, смотри. Общает контейнер заперто. Да. Ничего я здесь не смогу сделать. О контейнере могло бы быть что-то очень полезное. Ну да ладно. Это не критично. Оп. И еще одно место с люком. Не, ну круто. Это что за лифт? Это лифт для оранжевых как раз. Тут у нас, а это я прям вернулся к началу получается. Ну окей. Давайте я здесь все обыщу. Мне еще надо понять, что мне нужно здесь сделать на станции Магеллана. Она ж меня послала. Данные, журнал, проект эмулятор. Я решил участвовать. Драйвер успех, теле очки успех. Мне нужно что? Аномальная эссенция. Это на пикник. Это я сделал. Отправляетесь в реакторную. Ага, в реакторную Магеллана мне нужно попасть. Я понял. Следующая моя остановка получается реакторная Магеллана. Сегодня нагнетушитель забрал. Создать несколько. Оп. Заправил. Подзаправил пневмобаллоны. А где вот этот мужик? Мужик, погоди. Ты тоже со мной иди. Поцветочный горшок. О-о-о. Там кто-то бегает. Гравимобилс. Гравимобилс. Можно попытаться с ним поговорить. Ничего себе. Прикольно. Так. Использовать терминал давайте. Сам терминал достаточно новенький. Хорошо. Здесь открытие электронная почта. Для регистрации пациента. Поистинный экран список зарегистрированных пациентов. Давай посмотрим. Система выводит сообщение с требованием ввести пароль. Ладно, выхожу назад в меню. Это мне пока не очень интересно. Пациентов регистрировать мне не надо. Я никого не приводил. Опять земля. Да что ж везде эта земля. Медицинское оборудование. Больничная койка. Это просто осмотреть можно. Так что-то искры какие-то сыпятся. Медицинское оборудование использовать. Пустая больничная койка. А вот это наверное. Тоже ничего мне не дает. Еще один терминал. Заблокирован. Заломать я его не могу. Заломать я его не могу. О! Элект. Хм-хм. Инициатива плюс один. Обучаемость плюс один. Забираю. Однозначно. Что тут думать? Что тут думать? Надо забирать. Что у меня по перегрузке? Все еще легкая перегрузка. Так что не проблема. Здесь что в терминале. Тоже заблокировано. Взломать не могу. Очень жаль. Ну все. Тогда выхожу отсюда. Огнетушители везде. Можно подергать. Все легкая осталась. Перегруженность. Вот. Уже серьезная перегруженность. Драться в таком состоянии не стоит прям совсем. Нужно будет огнетушители посдавать. Что они капец тяжелые. Опять система заблокирована. Да что ж оно везде все заблокировано там. Огнетушители то с той стороны. Ладно. 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 Допустим. Вон там какой-то чувак сидит. Илья. Подходи. Не стесняйся. Грязный мужчина угрюмо смотрит на вас поверх отчета, который только что читал. Вам чего? На его белом халате нашит блестящий бейдж с надписью Илья Андреев. Лаборант. Подбодрить его. Он флегматично салютует вам отчетом. Служу науке. Илья возвращается к чтению. Просить чем он тут занят. Илья вздыхает, понимая, что так просто вы от него не отстанете. Веду статистику научной деятельности. Пишу отчеты. Но самое главное. Читаю. Что хочу. Свободное время. Настольные игры. Спортзал. Да, да. Знаю. Что не выгляжу так, будто хожу в спортзал. Сказать, что вы просто осматриваетесь. Осматриваетесь. Только не трогайте. Тут ничего без разрешения. Илья как бы невзначай отодвигает край халата, чтобы вы могли рассмотреть кабуру с пистолетом. Хе. Ой, Илья, Илья. Хорошего тебе дня. Все, что со своим пистолетиком-то сделаешь. Теперь-то у меня способностей намного больше. И это радует. Пищевой шкаф. В принципе, я туда без особых проблем могу зайти. Эти припасы я тоже забираю. А вот и морг, да? В котором я только что был. Хорошо. Зайду к врачу. Это не глиома. Это регенерирующая нервная ткань. О, какие темпы. Идет на поправку. Поразительно. На теле есть следы укусов. Предположительно, крупное животное из семейства кашкообразных. Гиены? Любопытно. Поступил с открытым переломом нижней трети правой голени. Сослуживцы говорят, что пенал робота. Визунчик. Антидепрессанты, аксиолитики, нейролептики. Стандартный набор для высшего менеджмента. Может, коньяком прописать? Фригус вульгарис. Или простуда обыкновенная. Ну, хоть что-то не меняется. Так, а что это за формулировки? Мужик, давай пообщаемся. О, доброго дня. Крепкий, энергичный мужчина в белом зачитывается и комментирует вслух выдержки из истории болезни. Он поднимает взгляд и жизнерадостно кивает вам. Доброго дня. Ну, проходите. Проходите. Первое посещение. Есть жалобы? Спроси, чем он тут занимается. Белый шутливо прикладывает два пальца к виску. Штатный врач станции Магеллан к вашим услугам. Он разводит руками над заваленными бумагами столом. Спрашиваете, чем я занимаюсь? Ох, видите ли, все мы люди, даже под куполом, а людям свойственно болеть. Если вы внимательно изучили свой контракт, то должны были заметить, ваше здоровье застраховано. Да, кронуса уже нет, но новый комитет является его правоприемником. Так что бесплатная медпомощь – ваше священное право. Так что у вас? Попросить провести диагностику. Доктор внимательно изучает показания продвинутого врачебного сканера. На удивление, здоровый пациент. Даже обидно, знаете ли. Ну, если что, обращайтесь. Понятно. Так, у него, кстати, приличная сумма на кармане. И есть и энергончик, и масочка. Масочка. Ну, масочка у меня такая же точно. Оса. Оса мне неинтересна. Давайте ему спихнуть чего-нибудь ненужного. Начну, пожалуй, с брони. Получается, вот эликт. И вот этот эликт. Вот этот, значит, сдаю. Вот этот тоже сдаю. Это барахлом. Уже 135 монет. Этот пока что придержу у себя. Так. По вооружению. Вот эта фигня мне точно не понадобится. Ну и, наверное, принцессу я тоже продам, пожалуй. Тактическая винтовка, это, конечно, интересно, но тяжелым вооружением я не пользуюсь. Поэтому нафиг. И швабру туда же. Все. Это я все спихнул. Дальше. Пневмобаллоны. Я ими не пользуюсь. От слова совсем. Что еще я могу тебе продать? Картошки у меня капец уже сколько. Яиц бы где-нибудь купить, понаджарить. Красивая лапка. Это тоже надо будет потом приготовить. А у меня, кстати, рваная свинина. Это осталось не очень немного. Вот это сколько весит. Бутылки спирта. Давайте я тебе скину. Красивые глаза. Пока что из еды все. Дальше. Антисептик. Тоже достаточно тяжелый. Как минимум половину надо скинуть. Сколько у меня уже энергона? Не, ну тогда энергон покупать я не буду. И медкомплекты надо будет моему напарнику поставить. Так. Ну и, собственно, бинтов тоже половину надо скинуть. Мне столько явно не надо. Это у нас отжилон внимание и ловкость добавляет. Можно будет, если что, вот этому товарищу ее зануть. Так. Это огнетушители. 20 килограмм держи. Половину отмычек туда же. Фиксеры мне пока что нигде не пригодились. Тоже скидываю. Ага. Только вот я слишком разошелся. Эти фиксеры назад. 1134 вот так вот принять. Отлично. Заходи еще. Обязательно к тебе еще зайду как-нибудь. А сейчас у меня перегрузка прям совсем-совсем легкая. Как только воду и канистру я куда-нибудь дену, то будет прям вообще хорошо. Отлично. Давайте я сюда еще заскочу. Раз у меня есть такая возможность медицинское оборудование использовать. Медком это мне тоже не интересно. Терминал давайте посмотрим. На экране терминала горит текст. Сия не провели медком в порядок. Но едва ли надолго. Это уже пятая поломка за год. Не мудрый, но при таком-то интенсивном использовании. Но оборудования на хранении нет. Но говорят у фаланги есть огромный склад. Где навалом медкомов. Реагентов, хирургического инструмента и прочего медицинского добра. Увы, администрация старается как можно меньше торговать с земекисом. Ну что за подлость. Так тогда. В офисе. Здесь ничего и два вещевых шкафа. Этот обшарить можно просто так. Забираю. А второй надо взламывать. Но нечем. А ну-ка ты. Получаем силы тебе не хватит. Жаль. Не хватит. Тогда выходим отсюда. Получается тут я уже был. Здесь я уже был. С этой стороны обыскал все. Это вот этот вот проход. Угу. Ну сейчас по кругу тогда обойду. Еще с вот этим уборщиком пообщаюсь. Что он мне расскажет хорошего. Рад встрече. Ох ё-моё. Ничего себе он весь в татуировках. Эй. Подойди. Обернувшись на голос вы видите невысокого черноволосого паренька с аккуратно подстриженными усиками. В руках у него швабра. На бейджи. Пришитом на каранжевой руби. Значится Энрике Этерпо. А Этерну. Тут дело такое. Родственник мой представился. Пресвятая дева смилуйся над душой раба твоего. Не прекращая таранторить Энрике возводит глаза к небу. И порывисто крестится. Так вот. Он в морге сейчас. А с ним перстник остался. Фамильная ценность. Мне не отдают суки такие. Поможешь? Белое крыло. Заметит, что вас как сотрудника белого крыла оскорбляет слово сука. Этерна примирительно поднимает ладони. Не-не-не. Не думай. Я же вижу. Ты не сука. Ты хороший человек. Не обомаешься ближнему помочь. Не обомаешься ближнему помочь. Ага. Ну, хорошо. Показать перстень, снятый с руки покойника. И спросить. Не это ли кольцо ищи Энрике? Этерна оживляется. Да-да. Его перстик. Ну как, передашь законному наследнику? Поинтересоваться, как звали покойного. Энрике задумывается. Джон. Но мы его Пузой звали. Иди сюда, Пузы. А он идет. Ха-ха-ха. Господи, святой человек. А перстень-то у него какой. Этерна снова наиграно крестится. Ну, не знаю. Отдать ему не. Ну, пусть. Отдам. Оранжевый пожимает плечами. Мол, еще бы. Ну, так что с перстнем. Отдать перстень. Вы передаете перстень Энрике, и оно тут же исчезает в складках его одежды. Оранжевый похлопывает вас по плечу своей тяжелой ладонью. Благодарю. Спросить про награду. Этерна смотрит на вас с нисходительной улыбкой. Извини, с деньгами напряг. Позже точно отдам. Посмотрим. Ну да, действительно у него с деньгами напряг. Заточки, моточки. Пока-пока. Квиточки. Всякое такое. Позже. 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 ну иди ты чё встал обыскать цветочный горшок давай да уж так здесь общественный терминал опять очередной который мне ничего не дает ну и зайду в экозону обе создает очень тихий но непрерывный шум десятков работающих серого моторов заставляющие его огромную тушу перемещаться и угольные глаза до ревни машины медленно наливаются желтым светом когда вы подходите ближе должно быть это ваш первый последний шанс увидеть живого мобиуса так близко и вы не отрываясь смотрите на него а он смотрит на вас показать оторванную клешню нет ну клешню наверное не стоит снять замаскированные панели на корпусе машины и изучить внутреннее устройство так мастерство с которым изготовлен этот эликтовый механизм поражает воображение панель крепится с помощью сложной системы пазов встроенных так что сама панель снимается почти без усилий однако потерять или случайно удалить ее почти невозможно через техническое окно открывается отличный обзор на внутренности робота подсвечены не ярким розовым светом расположение деталей точность изготовления и сложность механизмов все это выглядит абсолютно невероятным и поражает воображение протянуть эликтовую пыль на ладони мобиус оживляется гудение механизмов внутри него остается более становится более громким и к нему на примешивается странный пулькающий звук узкая щель на передней панели машины озаряется стробоскопическим мигающим светом горсть пыли вашей руке переливается неземными цветами интересным к лишню показывает наверно не стоит он еще на меня нападет блин даже не знаю отойти давайте сохранюсь и проверю что будет дальше показать не происходит почти ничего желтые глаза со синхронно пульсирующими диафрагмами медленно скользят по останкам манипулятора который вы держите в руке все-таки ничего просканировать его я тоже не могу а вот эти артефакты могу просканировать я могу получил радиации удар ну тогда я их дергать не буду пожалуй просто просканирую все буду отсюда выходить и там еще валяется получается огнетушитель который надо будет забрать и продать и отлично просканировал давайте с этой стороны я вывезу тогда уйди забираю вот этот огнетушитель тоже можно поднять еще один капец тут огнетушителей на каждом шагу и тут еще один да скорее всего да забираю все если пожар все огнетушители у вас не будет забавно ладно давайте контейнеры вот эти еще обыщу ухты средства для взлома телепортер на себе ничего так актеодор привет привет хотя маска скрывает лицо этого человека вы сразу же понимаете кто перед вами вся одежда этого ученого сияет тысячами голубых частиц твоей жизни вы встречали лишь одного человека который был бы настолько увлечен микролюксом имя на его бейджи исследователя лишь подтверждает вашу догадку перед вами стоит теодор макриди он тоже из узнает вас но видимо нисколько не удивляется лишь отрешенно кивает в качестве приветствия поинтересоваться как он пережил инцидент белый реагирует абсолютно невозмутимо вы спрашиваете как честно скажу абсолютно обыденно да я видел вихрь но меня он никак не затронул лучше что мне довелось пережить это неделя на пикнике мы узнаете ужасный повар он даже сырники не может пожарить есть это было совершенно невыносимо надо отдать ему должное iron хорошо справляется с управлением заправкой я слышал сейчас пикни считается очень важным местом в пустыне и при этом сохраняет независимость ученые о чем-то крепко задумывается узнать что он думает о проекте эмулятор ученые разводит руками у всех разумных людей только одно мнение насчет эмулятора нужно отложить сомнения и работать на благо проекта ведь если нас не спасет эмулятор то нас не спасет вообще ничто вихрь просто расширится и 30 тысяч человек свалятся мозги 30 человек хорошо выяснить как он относится генриете руссо ученый резко оживляется знаете легко критиковать масштабные проекты легко ставить под сомнение работу на перспективу всем этим критикам я бы сказал одно отвалите от генриеты дайте ей делать ее работу или вы спрашиваете не о рабочих качествах но в обыденной жизни руссо очень забавные носит цветные носки любит пошлые анекдоты из-под маски раздается смешок понятно посмотрим чем он тут торгует до сих пор ты этим мусором торгуешь ну дружище такое конечно тогда я тебе скину например не понял а где эти вот они огнетушители если я тебе один продам тебе денег хватит на него да запросто даже на 2 давай отойди еще увидимся обязательно еще увидимся он тут еще можно один огнетушитель утащить валяется на земле так вот эти контейнеры еще у меня не обысканы как так получилось то подожди не может такого быть чтобы я контейнеры пропустил пусто а тут мыло и приборчик который очень даже полезный тем получается что все те ящики я точно уже обыскал теперь нужно наведаться в лабораторию общаться там с людьми это его ладно пусть будет твоем ох нифига себе сколько здесь всего еще кофеечек нежоночки ништяк ну журнальчики опа герметичный шлем кокс ну как же это прочитать ладно кох мох бог неплохая такая защита у него а еще наука плюс 10 исследовательские перчатки биохимическая защита все забираю естественно даже думать микроскопы научное оборудование терминал так на мерцающем экране терминала открыта какая-то научная статья внизу в командной строке отделенная пустой строкой мигает курсу ну прочитать тогда вы пробегаете глазами по тексту благодаря нашим последним исследованиям мы стали на шаг ближе к техническому воплощению нейроинтерфейса человек машина это открывает огромные возможности в различных сферах техники но прежде всего в деле создания гигантских человекоподобных роботов дальше текст статьи не сказать что бы увлекает скорее он погружает в более гипнотическое подобие гипнотического транса вы ненадолго приходите в себя и вчитываете строки на экране ненадолго приходите в себя ладно остается неизведанная природа так называемого психоти их сионического эффекта некоторых эриктов гипотетическая частица псилон как агостили ее в нашей лаборатории возможно даже не имеет отношения к четырем известным типам физического взаимодействия я по-моему где-то уже читал про вот это взаимодействие здесь пусто а вот на этом терминале что заблокирована система взломать я ее не могу отмычки создать арим комплект три штуки могу создать давайте создам одну на всякий пожарный а то у меня уже был инцидент контейнер я не могу влезть что тут были болтать и проходя через лабораторию вы становитесь неволим свидетелем спора двух сотрудников из белого крыла бледный очкарик с бородой размахивает воздухе точными руками словно рисуя какую-то схему но слава слава прогрессу крошечки на шампунях бланка имеет силиконовую подложку мы возьмем подложку наденем на стою эликта замотаем его в пленку и его оппонент лишь раздраженно мотает головой эдитер это антинаучный подход есть ценность есть фактор риска который ты предлагаешь глушить крышечками от шампуня он редко замолкает заметив что вы смотрите на него окинув вас оценивающим взглядом белый подходит ближе есть реликт который нужно вынести на поверхность однако он чувствительным где активации коллега уверен что пищевая пленка и силиконовые крышечки защитят артефакт от газа а я считаю полагать полагаться на средневековые меры защита рискованно и можно лишь отключить распылителем ну не знаю не знаю сказать что вы готовы помочь белый смотрит на коллегу в его взгляде читается превосходство а ты говоришь крышечки он пожимает вам руку спасибо что работаете в интересах науки поинтересоваться как можно выключить камеру дезактивации левием понижает голос камера дезактивации как средства безопасности находятся в ведении черных антонио агире может их вырубить но нам бы хотелось как можно меньше огласки все же это идет вразрез протоколами сказать что я понял задачу и отойти но перед этим давайте посмотрим нихрена у него полезного не до встречи а у тебя рад встречи и у этого нихрена беда можно у них забрать элит короче и все и смотаться здесь я обыскать к сожалению не могу забираем научный терминал очередной посмотрим теодор макриди здесь журнал исследования ведет не у моем про аномалии про истории животных ну это долгая песня читать это все забираю очередной огнетушитель просто блин вот там еще кто-то сидит вот там какая-то интересная лаборатория сейчас вещевые шкафчики все обшарим перед тем как туда пойти будьте любезны не трогайте это моё то понятно с тобой твою доброго тебе дня сотрудник белого крыла что-то шепчет подняв глаза к потолку вас он даже не замечает его светлый халат покрыт разнообразными пятнами и потеками даже быть с именем джордж за ниш заляпан чем-то розовым он скидывает головы и смотрит на вас а близару кощуясь а я вас знаю мы простите за любопытство не встречаюсь с вами на содружестве кажется у нас была очень милая беседа правда за ее содержание я не ручаюсь так вы за реагентами или ищите научного куратора в любом случае вы по адресу предложить обменять очки посмотрим что тут это поменялось энергон можно взять за одну очку неплохо кстати ахим реагенты 7 очков блин серьезно такое ничего ценного не предлагает а что продает пустая клетка реактивный ранец семь сотен монеток вот это уже интересно это сразу я продаю вот это тоже продаю вы наверно галин даже одеть каску вот это может быть это мне тоже не понадобится дальше огнетушители все нафиг вот эти вот прибор для взлома это даже по моему не для взлома для обезвиживания до разминирования неизвестный вид нафиг 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 ключи тоже мне не нужны и уже на тысячу я ему на скидывал блин серьезно давай тогда вот эти приборы я заберу все равно много сколько стоит рик пять килограмм весит ну не тогда его назад забирать не буду какой-то супер тяжелый меч дорогой семей забрать то можно еще спихнуть ему чего-нибудь такого тяжеленького так вот это вот лопата тоже весит мало принципе или который руб вообще ничего не весит тоже пора уже давно скинуть воду продавать не буду ни за что давай вот так вот обменяемся приятно было поболтать ну так-то не очень было приятно поболтать а вот она каторжина видите каторжина привычным движением ныряет за стеклянный стол с пробирками пряча лицо через пару секунд узнав вас она высовывается из своего укрытия видишь у меня все хорошо устроилась ну если честно не совсем устроилась но я в процессе ну хорошо так стопка бумаг надо тоже обыскать этот я уже обыскал вот этот пустовато там мы посмотрим в лабораторию я чё попасть так просто нет открывается использован там какой-то ключ что-то такое поглядим что тут у нас это терминал содержит массив данных по серии экспериментов проводимых одним конкретным эликтом множество таблиц заполненные числа сотни если не тысячи замеров в нижней графе последней таблицы кто-то приписал да он издевается ну так-то да здесь чего-нибудь просканировать могу нет сожалению ничего просканировать не могу так офисные это чьи-то ладно опять такой же станок какое-то тело это видимо не робота здесь пытаются создать что ли это тоже закрыт этот нормальная залез ничего не найдено очень жаль еще стопка бумаг и терминал 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 посмотрим система заблокирована прикольно мужик мужик этот седой и женоподобный ученый глубоко погружен свои мысли он сматывается в экран своего кая раз не замечая никого вокруг правда экран абсолютно пуст а лишь курсор мигает в командной строке на бенче сотрудника написано акира оковара робототехник ну понятно я так и подумал а тут у нас что продает по хайтек оружию это мне сейчас не нужно у меня две книжки есть так он поднимает на вас пустой отрешенный и грустный взгляд простите простите новый манипулятор еще не готов я закончу его до конца недели заметить что он выглядит очень расстроенным о нет нет я в порядке возражает он но его губы предательски дрожат акира коротко всхлипывает и вытирает глаза рукавом халата окей ладно я не в порядке простите за мою слабость это недостойно мы гнув носом он продолжает слышали про сонору это обрушившийся складской бункер я отправил туда свою своего робота и он не вернулся а если он не вернулся значит там случилось что-то очень серьезное и пожалуйста если вы будете проходить мимо соноры аковара замолкает и поджимает губы борясь с эмоциями сказать что непременно заглянете когда будете проходить мимо лицо акиры как будто озаряется сонора совсем недалеко я покажу на карте вот вот тут вы запомнили сказать что непременно загляните туда и отойти до встречи это будет интересно это робот у него так и что шторик там не делать то все таки я принципе мог бы пообщаться там с охранником баню эту зону выключили для за активации ну не знаю что из этого получится посмотрим на этаже я по моему уже везде побывал все еще у меня перегрузка надо что-то с этим делать кстати кстати насчет брони у меня уклонение плюс один термозащита обучаемость 2 единицы дает инженерная кепка а здесь стойкость энергозащита криозащита биозащита и как он будет выглядеть о прикольно а стоп это сразу с маской здесь и маску и вот это я могу одеть и тогда меня это не устраивает тогда это меня совсем не устраивает следовательские перчатки здесь кайты к оружия на плюс 10 и здесь тоже кайты к оружия на плюс 10 правильно понимаю только дает науку ну да хайты к оружия наука биохимическая защита здесь это к оружия энергетическая и механическая защита перчатки квазар но не знаю что лучше партировка по дате по размеру по весу естественно хрена себе вот это самые тяжелые патроны получается просто их больше всего вот тут вода самая тяжелая здесь вот это вот прибор 3 килограмма весит здесь тоже прибор хотя бы теперь я буду понимать то куда и как выходим где мой напарник сейчас тоже до дезактивация начнется ладно хорошо уходим теперь с этого этажа мне нужно вот главный лип вот наверное уже в следующий раз на этом пока что все всем спасибо за просмотр лайкосы и комментарии всего хорошего и до новых скорых встреч пока пока